Приветствую вас. Вопросов вы как какового не задавали. Не было от вас никакого запроса к нам, не было никакого, собственно говоря, окончания вашего текста. То есть просто вы рассказали нам историю о вашей маме, которая портила вам жизнь и не давала, в общем-то, спокойно вам существовать. И так же вы сказали, что вы мать-одиночка, если я правильно вас понял. И из этого я делаю вывод, что ваши отношения с мужчинами так же не очень-то сложились, не очень-то они у вас получились, и в этом вы вините вашу маму. Ну, во-первых, то, что вы говорите, вы говорите, что ваша мама, она озабочена деньгами. У всего есть мотив, у всего есть причина, и то, что ваша мама меряет людей по кошельку и не хочет разговаривать с вами по душам, не принимает вас, на это есть тоже причина. И в вашем сообщении, безусловно, чувствуется обида на нее, на ее поведение, на то, как она себя ведет, на то, как она себя ставит по отношению к вам. И, в общем-то, обидно на то, что она портит вам жизнь, личную жизнь своими, в общем-то, вмешательствами и так далее. Но вы не пишете причину. И если вы жили с бабушкой, она вас понимала, то, наверное, вы знаете, что такое отношения. Ну, нормальные отношения, хорошие отношения. Если вы жили с бабушкой, то, наверное, вы отдаете себе отсчет в том, как нужно заботиться о человеке, как нужно воспитывать ребенка и так далее. И то, что ваша мама этого не делает, ну, на то есть причины, видимо, у нее. Эти причины вы не понимаете, и это то, что вам нужно сделать в первую очередь. Понять причины ее такого поведения. Почему? Откуда у нее взялась такая осеннее поведение, ориентированное только на материальные блага? Чем она была сформирована? Видите ли, ваша отмазанная проблема заключается в том, что вы смотрите на свою маму только лично, как дочь. Вы, в силу ряда хитши, не можете посмотреть на нее, как человек. То есть, как человек, я имею в виду, как и личность, считающая другого, равноправным, равным себе. Вот этого вы сделать пока не можете. И, соответственно, у меня к вам вопрос. А почему вы не можете этого сделать? Вот я, если честно, хотел бы, чтобы вы, ну, собственно, ответили на этот вопрос. Почему вы не обращаете внимания на ее причины, на ее мотивы, на то, что доставляет ее так себя вести? Ведь это очень важно. Это очень важно. Дальше. У вас есть проблемы в личной жизни, у вас есть проблемы в взаимоотношениях с молодыми людьми, и вы в этом тоже, наверное, вините свою маму. Отчасти это так, отчасти нет. Почему отчасти это так? Ну, вообще говоря, первое, что нужно сказать, то, что ваша мама, она действительно, она действительно повлияла на модель, на вашу модель поведения. На вашу модель поведения именно с мужчинами. Да, это правда. Но все же вы строите отношения с мужчинами. А значит, и вы несете ответственность за свою жизнь с тех пор, как более или менее отдельно живете от своей мамы. С тех пор, как вы сами отвечаете самостоятельно, отвечаете за свою жизнь. И вам необходимо продолжать нести ответственность за себя. Не за маму. Не пытаться переделать вашу маму. Только исключительно за себя. До тех пор, пока вы этого не будете делать, боюсь, у вас будут проблемы. У вас будут проблемы и с мужчинами, и с взаимоотношением со своей мамой, ну и так далее. Далее, ваша обида. Обиды происходят, как я уже сказал, от непонимания причин поведения человека. И от того, что вас, что-то задевает. Вот в поведении вашей мамы, лично вас, что-то задевает. И на мой взгляд, задевает настолько сильно, что обида из вас так и просится наружу. Ну вот, давайте попробуем понять, чем же вызвана эта обида. Но кроме того, что ваша мама по вашему мнению испортила вам жизнь. Кроме этого, что еще? Далее. Поймите, что вы можете проанализировать поведение своей мамы, модель поведения своей мамы, точнее. И, собственно говоря, поступать совсем по-другому, не так, как поступает она. Для этого нужно проанализировать ее поведение. Понять ее мотивы. Понять, чего хочет она. А чего хотите вы. Без этого не получится. Как-то... подкорректировать свою модель поведения. Понимаете? И это, пожалуй, очень и очень вас. По крайней мере, для вас. Надеюсь, что вы меня услышали. Значит, первое, что вам нужно сделать, сформировать свой запрос. То есть, чего вы хотите от психологов. Дальше. Когда запрос будет сформирован, вам стоит ответить на вопрос, чего вы хотите от работы с психологом. На что вы готовы, насколько вы готовы работать, насколько вы готовы меняться, насколько вы готовы анализировать, насколько вы готовы осваивать новые модели поведения, что, кстати говоря, необходимо для того, чтобы ваша жизнь изменилась к лучшему. и после этого уже можно говорить о том, чтобы как-то начинать с нами работать, прорабатывать детско-родительские отношения и после уже строить свою собственную жизнь, не оглядываясь на маму. не оглядываясь на вообще кого бы то ни было, потому что, ну, это ничему хорошему в любом случае не приведет. Вот так, я бы ответил на ваш вопрос, ну, даже не вопрос, а я уж не знаю даже, что это. Может быть, там такой крик души, как еще назвать это, непонятный, исходя из вашего сообщения. В любом случае, надеюсь, что хотя бы помог вам понять, в какую сторону куда вам нужно двигаться, то есть, именно вот при работе с психологом. То есть, у вас, судя по всему, очень глубоко сидит обида на вашу маму и ее нужно собственно прорабатывать. Ее можно, ее нужно от юности избавляться к тому, что ничего хорошего она вам не даст совершенно. Но это только в том случае, если вы сами этого хотите и это только в том случае, если вы сами готовы меняться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, я же в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! субтитры субтитры Продолжение следует...